Приветствую вас, друзья! В активе Милана первый серьезный трансфер за целый год. Ряды красно-черных пополнил игрок Ливерпуля Дивок Ореги. В начале июля в статусе свободного агента 27-летний нападающий подписал контракт на 4 года с зарплатой в 3,5 миллионов евро за сезон. Давайте же подробнее рассмотрим его послужной список и попытаемся оценить всю пользу, которую он может дать для Рассанери. Ореги родился в Бельгии в футбольной семье. Его отец, кенийц по происхождению Майк Ореги, был профессиональным футболистом и ведущим игроком сборной Кении. Кроме того, его дядя и двоюродный брат тоже занимались футболом на профессиональном уровне. Так что в выборе будущей профессии у юного Ореги голова сильно не болела. Уже в раннем возрасте скауты города Астенда разглядели в нем задатки талантливого футболиста. И с 6 лет Ореги оказался в Академии Генка. Именно за счет личных качеств ему удалось попасть в одну из лучших Академий Бельгии. И Блад тут вовсе ни при чем. Тем более его отец к тому моменту уже заканчивал карьеру в низших дивизионах. Но вообще влияние отца внесло значимую роль в его развитии. Майк Ореги сумел воспитать дисциплину и самоотдачу в молодом футболисте. И ко всему прочему приведет тяга к образованию и изучению иностранных языков. Такие навыки позволят в будущем легко адаптироваться в новых условиях при смене команды. Уже в 15 лет в молодом таланте были заинтересованы несколько ведущих европейских клубов. И в итоге он перешел под крыло футбольной структуры французского Лилия. Вообще это частое явление, когда засветившиеся бельгийские игроки меняют свою прописку на Францию. Вот и с Ореги произошло то же самое. Именно в новой стране ему окончательно определили амплуа на поле. И Дивок стал нападающим. Его начали приглашать во все юношеские и молодежные сборные Бельгии. Потрясающие результаты позволили уже в 17 лет оказаться в основе Лилия. И в первом же дебютном матче он забил решающий гол. Вообще сразу стоит сказать, что у Ореги есть потрясающая противоестественная способность забивать голы в нужный момент. И он докажет это еще не раз. После дебютного матча карьера пошла в гору. В следующем сезоне он начал регулярно выходить в старте. А летом 2014 года неожиданно был вызван в основную сборную Бельгии. Тогда это был ноунейм. Известный только наличием совсем юного возраста. Ему всего было 19. Но сработали аномальные способности решать в максимально нужный момент. Что он и сделал после замены Лукаку в матче со сборной России, забив победный гол на 88-й минуте. Благодаря этому голу Ореги стал самым молодым бельгийцем, забившим на чемпионате мира. Такой неожиданный дебют заставил обратить на себя внимание все футбольное сообщество более пристально. Но больше всех бельгийский нападающий впечатлил скаутов из Ливерпуля. И летом 2014 года с ним был подписан контракт. Пробыв еще год на правах аренды в Лиле, Дива Кариги уже окончательно перебрался в стан мерсесальцев. Надо сказать, что до переезда игра в Лиле не являлась сверхрезультативной. Но все видели неограниченный потенциал в молодом бельгийце. И это внушало оптимизм. Только вот в Ливерпуле не задалось с самого начала. Ситуацию немного исправил приход Юргена Клопа. Именно при нем Дива Кариги показал лучший отрезок длиной в год. К тому моменту бельгийц сильно окреп. Он набрал мышечную массу, а его рост достиг 189 сантиметров. Особенно показательными были два матча 1-4 финала Лиги Европы с Дортмундской Боруссией, где он тремя голами по сути решил вопрос выхода в полуфинал. Но, к сожалению, поступательное восхождение прервала травма, полученная после жесткого фола в матче с Эвертоном. И в финале Лиги Европы Ориги не смог достойно сыграть. Следующий сезон Дива Кариги окончательно присел на лавку. Клоп стал больше доверять Стариджу и пришедшему из Ромы Мухаммеду Салаху. А в 2017 году бельгийц вовсе отправился играть в Бундеслигу за Вольсбург. Первое время в Вольсбурге сделали ставку на этого нападающего, считая, что Ориги незаслуженно обделен вниманием главного тренера Ливерпуля. Но результативность и сама игра на длинной дистанции не впечатлила Мартина Шмидта. И Дива повторил ливерпульский сценарий, продолжив полировать скамейку запасных. Возвращение в Ливерпуль не сулило ничего хорошего. Здесь уже плотно заняли места в основе игроки нападения Бобби Фермина и Мухаммед Салах. А Ориге достались жалкие минуты в малозначимых матчах. Но все же пришла пора вспомнить о паранормальных способностях нашего героя. Весной 2019 года Ливерпуль в полуфинальной стадии Лиги Чемпионов боролся с Барселоной. Но в первом матче игра троицы Салах, Фермина и Мане получилась ужасной. И Ливерпуль уступил сухим счетом 3-0. Кроме того, Салах и Фермина получили травмы. И именно тогда наступило время творить историю Дивоку. В преддверии ответной игры с Барсой Ориге забил решающий гол в ворота Ньюкасла на последних минутах. Похоже, это придало дополнительной уверенности бельгийцу перед ответной игрой. Ну а потом случилось то самое чудо на Камп Ноу. Барса вышла на расслабоне, считая, что выход в финал у них уже в кармане. А полировщик скамейки Дивок Ориге не вызывал тревоги у каталонцев. Но первые минуты, как холодный душ, отрезвил игроков Барселоны. После отскока от вратаря Ориге забивает первый гол. Ну а в конце матча лучший гол в истории Ливерпуля, по мнению болельщиков. Когда молодой Тренд разобрался в ситуации при подаче углового и оставил в дураках всю оборону Барселоны, выдав шикарный хитрый пас Ориге. И тот холоднокровно отправил мяч в сетку. Именно этот момент навсегда останется в памяти болельщиков Ливерпуля. А имя Дивок Ориге навсегда будет в их сердцах. Ну а далее, как вы помните, был финал, где Ориге тоже отличился еще раз, забив второй гол. Породив ассоциации с тем самым Кракеном, которого приглашают принять участие в противоборстве, как последний аргумент. К сожалению, этот звездный перформанс продлился недолго. И следующий из сезона Бельгия периодически выходил на замены, время от времени забивал значимые голы и возвращался на лавку, проигрывая конкуренцию вышеупомянутым игрокам. В завершившемся сезоне он успел забить Милана на Сансира в рамках группового турнира Лиги Чемпионов. Кто знает, может этот гол был тоже не случайен и повлиял на выбор Милана. Теперь поговорим про игровой почерк футболиста и какое усиление он может дать нашему клубу. Клоп называет его лучшим завершителем. Конечно, это название немного преувеличивает его достоинство, но это чистый нападающий, которого необходимо кормить точными передачами. Он одинаково хорошо забивает с дальней дистанции и с близкого расстояния. Высокий рост позволяет реализовать моменты на втором этаже. Ореги имеет неплохую скорость и может убежать, получив мяч. А вот из недостатков это не очень хорошее чтение игры. Не самое лучшее голевое чутье выражено в выборе позиций в завершающей стадии атаки. Создавать моменты самостоятельно ему удается с трудом. Чаще он теряет мяч в непонятной ситуации. Тем не менее, Дивока называют некоторой суперзапасным или Джокером, сравнивая с Сульшером. Конечно, он может решить исход матча, выходя на замену, имея удивительное холоднокровие в реализации. Но, к сожалению, последнее время это получается по большим праздникам. Хотя тут нужно сделать скидку на то, что сейчас в атаке Ливерпуля имеются суперфорварды, в тени которых Бельгийц просто теряется. И думаю, если сделать ставку на него в нападении с целенаправленной игрой, то может получиться неплохой результат. Сейчас в Милане ситуация с нападающими не очень хорошая, учитывая, что Ибрагимович выбыл до зимы, а Лазетич пока выполняет функции молодого стажера. Поэтому роль в качестве подмены Жиру будет неоценимой. Кроме того, не надо забывать колоссальный опыт игры в Лиге Чемпионов, который должен обязательно пригодиться. У Ореги есть все шансы, как минимум до паузы Чемпионата Мира, побороться с Жиру за место основного форварда и, наконец, реализовать тот потенциал, который имеется в этом парне. А мы на этом прощаемся с вами и ждем новых трансферов. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok